Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить снова о вампирчиках и снова о модах на вампирчиков. Хотел бы сегодня пояснить, почему считаю Dewalt ENB лучшим графическим модом на вампирчиков. И, собственно, думаю, давайте не тянуть и начнем. Я выделил 5 основных плюсов, почему этот мод для меня вошел в копилку обязательных при установке Bloodlines. Значит, первое, это, конечно же, сами графические изменения. То есть игра становится намного красивее, появляется более прикольное освещение, но, что самое главное, текстуры становятся более четкими. То есть давайте не будем забывать, что Bloodlines это все-таки игра 2004 года, и в ваниле текстурки выглядят прямо, скажем, и даже, можно сказать, мягко, скажем, не очень. Этот же мод использует технологию искусственного интеллекта, машинного обучения, чтобы дорисовывать имеющиеся текстуры. И таким образом текстуры получаются более четкими, при этом они не выдуманы кем-то еще, то есть используются только дефолтные текстуры, но при этом они дорисовываются интеллектом. Что радует, так как сохраняется изначально задуманная разработчиками стилистика игры. Второй плюс этого мода это легкость установки. Все, что вам нужно сделать, чтобы установить этот мод на свою версию Bloodlines, это скачать его. Прямая ссылка на Google Диск с этим модом будет в описании. Если же вы боитесь, что я хочу закинуть вам на компьютер Winlocker или что-нибудь типа того, то я оставлю ссылку на сайт Nexus, откуда вы можете скачать мод без лишних опасений. Но предупреждаю, там нужно будет регистрироваться. Собственно, вы скачиваете мод, распаковываете все файлы из архива в папку с вашей игрой, и все, мод установлен, можете играть. Третье, что хотелось бы отметить, это размер мода. Devolved ENB весит меньше мегабайта, то есть скачивается за одну секунду, ставится за одну секунду и не жрет лишних ресурсов и не нагружает вашу игру. И что является как раз таки четвертым плюсом, у вас не увеличивается время загрузки. То есть оно, конечно, может быть и увеличивается на какие-то доли секунды, но для человека, для обычного игрока это будет незаметно. И пятый плюс, это то, что мод адекватно работает с любой версией игры. То есть я ставил этот мод на Vanilla, я ставил его на unofficial патч, я ставил его на другие моды, в частности Antitribu, Clang Quest и так далее. И везде мод работал без каких-либо проблем, везде все ставилось легко и работало отлично. На этом, думаю, все. Крайне советую мод тем, кто заинтересован в том, чтобы игра, в которую он играет, выглядела красиво, выглядела более современно, даже несмотря на то, что она вышла в 2004 году. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok